всем привет версии движка 5.3 нам вернули displacement и для того чтобы его включить в материале да вот нам необходимо некие действия сделать сейчас он как во всех движках начальных 5.0 5.1 5.2 displacement здесь нету никак четверки вот который находился здесь world displacement не вообще вот как как его вели в конце он должен появиться чтобы это сделать нам необходимо открыть движок точнее папку где находится движок зайти в папочку конфиг далее находим файл default engine и открываем его с помощью редактора данном случае это блокнот ищем вкладочку рендеров settings и здесь мы вводим наши необходимые значения необходимое значение air на night allowed selection one да то есть air на night selection 2 в общем вот это мы копируем текст я вам привожу в описании под видео вот сюда его вставим делаем сохранение и перезагружаем наш движок запускаем движок ждем пока пройдет компилинг шейдер движок у нас открылся заходим материал и как видим у нас появились дисплей смотт которая нам необходимо что нам необходимо нам вообще надо сейчас ввести какие-то текстуры до данном случае я просто их возьму из qxel bridge здесь их очень много заходим все файс и скачиваем какую вам необходимо да то есть данном случае у меня уже какие то есть вокал вот допустим тот самый какие то горы да давайте их сразу добавим все текстуры нас появились я их закидываю наш материал здесь три текстуры первое это у нас бейс кавер то есть то изображение до которое нам необходимо второе это норму третье текстура это орд расшифровка как окружен раф нас и дисплейсмент то есть красный цвет это окружен зеленый цвет от арав нас и синий цвет это дисплейсмент делаем применить она еще и забыл кое-что нам надо выделить сам материал и здесь у нас тоже появится строчка дисплейсмент вот она здесь есть magnitude и центр центр нам не нужен он просто смещает текстуру влево-вправо там по сути да то есть сейчас она находится на центре 05 а магнитуд это как раз таки то то смещение которое нам необходимо 4 будет слишком много давайте выставим 0,03 самое я думаю нормальная но для данной текстуры может и надо побольше будет но мы как раз таки это посмотрим делаем применить сохраняем выделяем наш landscape данном случае это вот вот этот landscape которая с открытого мира да то есть загрузки по уровням то есть кто-то каждый да это нам особо не имеет значение теперь выделяем наш материал который мы создали и ставим его landscape material сейчас он у нас прогружается сообразит все-таки 2к горы у нас по сути вот эти так чуть-чуть быстро пролетел как видим да у нас никаких изменений нету единственно что ну какая-то нормалка может еще где-то что-то отрабатывает но изменений нет почему потому что нам необходимо наш landscape выделить и пройти вкладочку ниже где у нас на night включая и наибол на night и делаем билд это сейчас он билдит у нас на нитовую сеточку и у нас как раз таки появляется смещение как вы видите вот как какое смещение да то есть вот сейчас я просто вам показываю разрез его примерный это у нас режет камерой ну нормально нормально можно даже чуть-чуть подкорректировать то есть мы открываем наш материал и нашим одни магнитует мы выставляем значение 08 давайте сотых поставим проверим как это вообще работать но для скал я думаю это самое хорошее значение будет сейчас у нас делается сборочка и мы переходят но я переборщил но того что видите уже острые части пошли до чуть-чуть переборщил сейчас еще подкорректируем 0,06 проверим на этом значении но в данном случае снова тоже высокое значение хотя если это скалы наверное это нормально то есть видите да какие-то определенные неровности давайте проверим на какой-нибудь другой материале вот есть камень то есть кирпич какой из них более неровный ну давайте вот этот наверное кирпичик мы то есть за загидом заходим куда мы закинули так это здесь выделяем наши текстуры и делаем смещение по ним то есть мы подключаем заместо тех значений наши новые просто проверим как они работают значения сейчас магнитуд мы немножечко изменим слишком высокое значение 0,06 давайте 0,03 поставим сохраним но здесь уже слишком маленькие значения возможно скорее всего так и есть поставим какую-нибудь сеточку на виде стеночки и накинем на нее видите да у нас здесь ничего нету то есть нам для этого вообще надо перевести его в наниты ну данный куб наверное мы не сможем перевести до его мы не сможем перевести нормально то есть это необходимо какую-то все-таки модель уже готовы иметь они куб который находится в движке в данном случае это у нас неподходящая модель это достаточно нормально ну как видите у нас смещение происходит вполне достойно если мы включим на нитовую визуализацию давайте треугольнички включим как видите у нас на нит отрабатывает так полное значение ну вроде как все отлично работает то есть если мы будем здесь смотреть здесь у нас тоже имеется смещение а на этом все до скорой встречи всем пока